Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава Евангелия Оттана для библейского портала Экзегет. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями. Ну вот у нас закончились речи и молитвы Иисуса сразу после Тайной вечери и сцена его ареста в Гефсиманском саду. Но поскольку у нас Иван четвертый евангелист и по времени четвертый, то он обращает внимание на какие-то отдельные вещи, которые, может быть, у синоптиков не так подробно или вообще не указаны. Он довольно кратко описывает все то, что общее для четырех евангелий сосредотачивается на отдельных вещах. Давайте посмотрим на каких. Сказав это, Иисус вышел с учениками наружу. И до сих пор они в доме находились. Он еще там говорит в самом начале своей речи, пойдемте отсюда. Это звучит как призыв выйти, но, тем не менее, речь продолжается еще долго. На той стороне ручья Кедрон, ну, это такая небольшая долина рядом с стенами Иерусалима, и он вошел туда вместе с уч... На той стороне ручья Кедрон был сад, и он вошел туда вместе с учениками. Ну, вот этот сад называется Гефсиманским, но Иван так его не называет. Иуде, который оказался предателем, это место было хорошо знакомо, потому что Иисус часто там собирался со своими учениками. Иуда же предает. Иоанн любит маленькие детали, которые показывают очевидцы, что это не просто абстрактные места, а вот конкретное что-то каждый раз. С Иуды туда отправился римский отряд, а еще стражи, посланные первосвященниками и фарисеями. Они были при оружии и несли фонари и факелы. Иисус, зная, что должно с ним произойти, говорит им, «Кого вы ищете?» Они ему ответили, «Иисус и Назарея». Ну, Назарея, собственно говоря, из жителей города Назарета, но это слово созвучно «нецарат» с еврейским словом «нецар» — это «ветвь». А слово «нецар» в книге пророка Исаия 11 глава используется как побег, потомок Давида, царя Давида, который будет праведным правителем. Ну, и еще это слово «назарей» похоже на слово «назарей» опять-таки в Ветхом Завете, которое означает «человека, давшего особый обет». И вот, по сути дела, здесь человек из Назарета, «назарянин», наверное, можно так перевести, понимается одновременно как этот самый «нецар» — побег, ветвь, и как «назарей», посвященный Богу человеку. И зачем здесь эта игра слов? То они, в принципе, просто определяют его как Иисус из Назарета, не более того. Но на самом деле они говорят гораздо больше. И вот эта глава, в частности, про то, что простые слова могут открывать что-то большее. Он им говорит «это я и есть». Логичный ответ, кого вы ищете? Такого-то «это я». Ну, и реакция их совершенно невероятная. Рядом с ними стояла предатель Иуда. И когда он им сказал «это я и есть», они отступили назад и палю на землю. Почему? Ну, дело в том, что «это я и есть». Слова звучат как ссылка на исход, 3 глава, 14 стих, где Бог говорит с Моисеем и говорит «я есть тот, кто я есть». И с одной стороны, это простые слова. Вот здесь Иисус говорит «это я». А с другой стороны, «я» — это тот, кто я есть, понимается, может быть, имя, может быть, утверждать трудно однозначно, как вот эта ссылка на самоопределение Бога. За словами стоит больше, чем нам кажется. А он снова их спросил «так кого вы ищете?» Они повторили Иисуса Назарея. Иисус ответил «я же сказал вам, это я и есть. Если вам нужен я, отпустите остальных, пусть идут». Так он сказал в исполнении собственных слов «из тех, кого ты мне поручил, я не погубил никого». Ну, то есть он пытается спастись, спасти этих своих учеников. В 17 главе в молитве он как раз об этом и говорил отцу. Но ученики-то уже не очень-то готовы бежать пока что. Скоро бегут, но не сразу. У Симона Петра был меч, он его обнажил и ударил раба первосвященника, отсек ему ухо. Видимо, неумело пользовался мечом, да, хотел, наверное, голову отрубить. А может, тут отшатнулся. Этого раба звали Малх. Опять-таки, вот любит Иоанн в детали, вот прямо создает ощущение почти присутствия. Совершенно не нужно нам его имя. Но вот когда писались эти слова, помнили даже, как раба этого зовут. Да, вот конкретный человек перед нами. «Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Отец подал мне эту чашу, неужели я откажусь пить из нее?» Вот другое объяснение, что меч — это орудие насилия. А здесь он, это у Синопсиков есть, а здесь он говорит лишь то, что нельзя сопротивляться тому, что решил отец. Тогда римский отряд во главе с командиром, буквально там сказано «тысяча начальник», то есть это какой-то достаточно высокий командир, иудейские стражники схватили Иисуса, связали его, отвели прежде всего к Ханаану. В тот год именно он был первосвященником, притом он был тестем Кайяфы, того самого Кайяфы, который советовал иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Ханан, ну, в русской традиции часто его называют Анна, но больно уж похоже на женское имя. Поэтому я еврейскую форму этого имени здесь использовал, а не греческую. С насчет Ханана и Кайяфы, они, в общем-то, оба были первосвященниками, хотя так не бывает, но на практике, конечно, все возможно быть. Это зять и тесть, соответственно, старшего сместили римляне, но он никуда особенно не делся, а продолжал руководить. Поэтому вот здесь он и назван Хананом, назван первосвященником, простите. Вслед за Иисусом пошел Симон Петр и еще один ученик. Тот ученик был знаком с первосвященником, поэтому он вслед за Иисусом вошел во двор первосвященника. Ну, весьма вероятно, что Иоанн на себя здесь указывает, просто он не называет его. А Петр остался снаружи у ворот. Тогда тот ученик, что был знаком с первосвященником, вышел, поговорил с привратницей и завел Петра внутрь. Вот и здесь тоже знакомство свою роль играет. И вот та служанка-привратница говорит Петру, и дальше очень подробный рассказ. Вот смотрите, как арестовывали Иисуса, как бы мелочь такая, да? Вот как они его схватили, как они его повели, что он сказал им по дороге, что они сказали, неважно, да? А вот беседа Петра с этой служанкой, от которых вообще ничего не зависит, приведена подробно. Интересно, но давайте прочитаем сначала всю эту серию диалогов. И вот та служанка-привратница говорит Петру, а сам-то не из учеников ли этого человека? Он отвечает, нет. Там находились другие рабы и слуги, они развели огонь, чтобы согреться, потому что было холодно. Петр стоял рядом с ними и тоже грелся. Ну, конечно, он ждет, чем дело кончится, но ему же холодно, надо как-то согреться. Вот он встает к огню поближе. А первосвященник стал расспрашивать Иисуса о его учениках и его учении. Почему бы не продолжить здесь про Петра? Такое мастерство подвешивания, да, как в кино, да, как на самом интересном месте обрывается эпизод, и переходит к чему-то другому, а потом возвращается. Но это же еще и отношение Иисуса с учениками. Вот Петр уже начинает понемножку отрекаться. А что Иисус скажет? Иисус ответил. «Я открыто разговаривал с этим миром. Я постоянно наставлял людей в синагоге и храме, где собирались все иудеи. Я тайны ничему не учил. Что ты спрашиваешь меня? Спроси моих слушателей, о чем я им говорил. Они точно знают, что я сказал». То есть довольно странно. Вообще-то любой человек может объяснить сам, что он говорил. Тем более слушатели, они не очень внимательны, не очень сообразительны. Ведь переврут половину по дороге, да? Зачем отсылать к слушателям? Но, вот, очевидно, Иисус понимает, я так думаю, что то, о чем его спрашивают, не имеет уже никакого значения. Что любой его ответ будет перетолкован, искривлен, искажен. Вот бессмысленно тогда о чем-то говорить. Он учил открыто. Его учение всем известно. Пожалуйста, хотите возражать? Возражайте. У вас есть все для того, чтобы возразить по сути. «После таких слов один из слуг, стоявших рядом, дал Иисусу пощечину со словами». Ну вот, начинается, да? То есть они ничего не слушают по сути. «Как ты отвечаешь первосвященнику?» Иисус ему ответил. «Если я сказал неверно, покажи, что тут неверного. А если мои слова верны, за что ты бьешь меня?» Вот смотрите, что можно сказать, когда тебе дают пощечину. «Ну, поругаться, наверное, можно, или там еще что-то». Иисус отвечает очень конкретно и по сути. «Если есть ошибка, покажи ее, что не так?» Ну, как будто он совершенно не интересуется ни болью, ни позором, которым его подвергают, а только истиной. Тогда Ханан, первосвященник, послал Иисуса, тот по-прежнему был связан к священнику Каефе. Ну, они вдвоем должны принять это решение, потому что фактически соправители. Но мы возвращаемся к Петру. А Симон Петр все стоял и грелся у огня. Да, вот такое параллельное развитие событий. Его спросили, а ты сам не из его ли учеников? Тот отрекся и сказал, что нет. Тогда один из рабов первосвященника, родственник того, которому Петр отцу Куха, ну, еще бы, он, возможно, сам там был, по крайней мере, только что услышал, говорит, да разве не тебя я видел вместе с ним в саду? И Петр снова отрекся и тут же пропел петух. Так зачем эта подробная сцена? Еще так вот посреди нее вставлена беседа Иисуса с первосвященником. Ну, смотрите, а вот как это происходит, да? Петр, который только что дрался мечом, он точно не боялся погибнуть, потому что, если ты оказываешь вооруженное сопротивление при аресте, естественно, тебя могут там же самого зарубить, заколоть, да? Явно он не был таким пугливым, робким человеком, который вот ничего не может сделать. Но, смотрите, вот, во-первых, холодно, во-вторых, непонятно, что происходит. Он на чужой территории во дворе этого первосвященника. Он никого там не знает, а его уже узнают, такое очень неуютное ощущение. Стоишь такой вот как бы голый перед всеми, тебя все видят, а ты никого не знаешь, не за кого спрятаться. И вот, а где тот момент, когда надо там рвануть на груди одежду и закричать, да, это я, казните меня тоже. Да нету этого момента. Какая-то женщина спрашивает о чем-то. Еще какой-то другой раб, наконец, тот, которого, ну, не он сам, моего родственника, кого Петр чуть не убил, а тут еще и в убийстве обвинят, кошмар какой, да? А тут еще и на суд за это дело потащат, он же не подписывался на такое. И как-то сам постепенно вот отказывается, отрекается. И ведь даже не то, чтобы он там плохое что-то про Иисуса сказал, не то, чтобы он там его поносил словами, он просто говорит, не-не-не, это не я. Ну, такая маскировка, да, разумная даже маскировка. Зачем лезть на рожон, зачем сразу оказываться тем, кого будут убивать тоже вот за компанию, да? Вот вроде все правильно, а оказалось, что исполнилось. И что интересно, Иван ничего не рассказывает про реакцию Петра, да, и тут же пропел петух. Вот давайте оставим Петра наедине с его этой болью. Там у синоптиков есть про то, как он переживает, плачет и все такое прочее. Откаяв Иисуса повели в притории. А мы возвращаемся к главной теме. Притории — это, собственно говоря, резиденция римских войск и правителя, наместника. Было уже утро. Сами они в притории не вошли, чтобы осквернение не помешало им участвовать в пасхальной трапезе. Вот еще деталь, по которой ясно, что у Иоанна Пасха только-только наступает. Еще не наступило. А почему они не могут оскверниться? Потому что в притории римляне, они язычники, зайти туда, значит, оскверниться, и нельзя участвовать в пасхальной трапезе. Так что Пилат вышел к ним наружу. Он навстречу пошел в буквальном смысле слова. Он наместник. И, соответственно, на нем обязанность утвердителя отвергнуть смертный приговор. Не имеет права никто в аудее предавать людей смерти без утверждения римским наместникам. Так что Пилат вышел к ним наружу и спросил, каково ваше объение против этого человека? И мы видим сразу такого вот римлянина до мозга костей, юридически подкованного. Ему некогда там разговор разговаривать на абстрактные темы. В ответ они ему сказали, не будь он преступником, мы бы его к тебе не привели. Вот такая демагогия начинается, да, мол, мы даже не хотим объяснять, почему, но просто верь нам. Пилат им сказал, так берите его вы и сами судите по своему закону. Не хотите, мне же легче. Разбирайтесь сами. Иудеи ответили, но нам не позволено никого предавать смерти. И все это было во исполнение слов самого Иисуса, ведь он заранее дал понять, какой смертью он умрет. Смотрите, вот такие три замысла, да. Те, кто тащит его, Иисуса в приторий, к Пилату, хотят его убить. Все, точка. Пилат хочет, скорее, разделаться с этим неприятным делом, в котором он ничего не понимает. Идите отсюда, не мешайте мне, мне не до этого. А есть еще исполнение слов Иисуса. Вот есть некоторый божественный замысел, который в конечном итоге избывается через вот этих людей, из которых одни негодяи и мечтают о смерти Иисуса, второй просто не дает себе труда вникнуть во что-либо. Да и то нельзя так сказать, дает просто, ну, как бы, потом поддается. Да, Пилат здесь очень трагическая, на самом деле, фигура. Человек, который выносит решения и который пытается этого избежать всеми силами. Пилат тогда вошел обратно в приторий, позвал к себе Иисуса уже на своей территории. Да, мог бы там перед всеми это сделать, но нет, он уже вот там, где римская власть в одиночестве пребывает. Позвал к себе Иисуса и спросил его, начинает допрос подозреваемого, это уже очень юридически понятная процедура, и спросил его, «Итак, ты царь иудеев?» Пилату некогда возиться с этими их религиозными всякими деталями. А в чем может быть проблема для римской власти? Только в мятеже. Что они там, как они толкуют свое описание, это никого не интересует из римлян. А вот если Иисус или кто-либо другой заявляет, что он иудейский царь, значит, он отпал от Рима и провозгласил такую сепаратистскую свою собственную державу. С этим надо, конечно, бороться, и Рим будет очень жестко с этим бороться. Единственное, что интересует Пилата, «Итак, ты царь иудеев?» Иисус ответил, «Ты это спрашиваешь сам от себя, или тебе рассказал обо мне кто-то другой?» Ну, вообще-то можно было сказать, «Да нет, что ты, я никакой не царь иудеев». Или можно было сказать, «Я царь, но в духовном смысле». А Иисус пытается понять, или, точнее сказать, он пытается составить Пилата, определить для себя. Он играет по чужому сценарию, а или он действительно интересуется. От этого зависит ответ. Пилат сказал, «Я что, иудей? Тебя мне выдал твой собственный народ вместе с первосвященниками. Что ты такого сделал?» Ну, очевидно, он понял этот ответ как, скорее, отказ, да, то есть, типа, на меня наговаривают, я не царь. Но Иисус, теперь он начинает развивать эту мысль, он видит, что Пилат готов к разговору с ним. И тут же интересно, вот, смотрите, как подробно отречение Петра. Почему это важно? А вот важно понять, как человек отрекается. Вот причем человек неробкого десятка. Очень пылкий, горячий, готовый на смерть за свою веру. Но отрекается. А что здесь важно? Давайте прочитаем и вернемся к этому вопросу. Иисус ответил, «Мое царство, оно не от этого мира. Будь мое царство от этого мира, мои слуги сражались бы за меня, чтобы не выдать меня иудеям. Нет, мое царство, оно не здешнее». Ну, это прекрасный ответ всем, кто говорит о какой-то христианской политике. Политика-то может быть христианской. Да вот только воевать во имя Христа – это абсолютно не христианское занятие. Он, по крайней мере, отказался. Хотя мог, конечно, вооружить. У него более того, Петр уже пошел на войну. Пилат все-таки вот такой римский правитель, ему надо разобраться. Пилат ему сказал, «Так все-таки ты царь». Иисус ответил, «Это ты называешь меня царем». А я для того родился, для того пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто причастен истине, слушает мой голос. Хочешь называть это царем – называй. Это тоже царство. Но я же объяснил уже, что царство – оно другое. Оно не политическое, не военное. Пилат понял, что угрозы римской власти нет. Никто мятеж не поднимает. Сепаратизма – ноль. Но он услышал, всякий, кто причастен истине. Но Пилат – образованный человек. Он читал там философов наверняка и сам любил иногда побеседовать. Пилат ему говорит, «А что есть истина?» Вот как бы вы ответили на этот вопрос? «А что есть истина?» Нет, ну можно полезть в словари, в энциклопедии, дать определение. Но вот люди очень часто швыряются этими словами. Истина, да, вот, или правда, в русском языке даже такая пара есть. Истина и правда. Ни одно и то же, но близко. И в чем сила, сила в правде. В одном кино говорилось устами человека, который, кого хочет, того и убивает. Очень странная у него правда. Вот часто ведь так бывает, да, то есть человек называет истиной, ну, то, что ему дорого. И Пилат прекрасно это знает. Он понимает, что своя истина у римских властей, своя у первосвященников, своя у простых рыбаков, для которых истина – это чтобы улов был хорошим и было чем семью накормить. Вот, а что есть истина? Вот общая, всеобъемлющая истина. Сказав это, он вышел к иудеям и сказал им. То есть Иисус ему ничего не ответил или Пилату даже неинтересен этот ответ? Похоже, и то, и другое. Он решил, ну, это такой философский разговор об абстрактных понятиях. Ну, зачем? При чем здесь суд какой-то вообще ни о чем? Сказав это, он вышел к иудеям и сказал им. Я не считаю его ни в чем виновным. Ну, в самом деле, никакое обвинение не подтвердилось. Есть у вас такое обычай, чтобы я на Пасху отпускал вам одного заключенного к празднику, да, чтобы порадовать народ. Хотите, отпущу вам царя иудеев? Вот он идет на компромисс. Он должен его признать невиновным, да? Ну, вот такой, знаете, коррумпированный суд, он никого не признает невиновным. А отпустить по амнистии – это уже, ну, почти то же самое. Но они продолжали кричать. Нет, не его, а в Араву. То есть кого-то другого. А в Араву был разбойником. Кто они, вот интересно. Тут вышесказано иудеи, но мы уже видели не раз у Иоанна, что иудеи – это верхушка. Это не весь народ и даже не простонародье, а вот те, кто именно в конфликте с Иисусом оказываются. Вот тоже не очень понятно. И смотрите, получается, что Пилат, по сути дела, отдает решение вопроса в их руки. Он побеседовал с Иисусом, он убедился в полной его невиновности, но он им велел решить, кого отпускать. И это опасная вещь. Если ты даешь кому-то право что-то решать, так решение это может тебе не понравиться, а ты уже передал его другим людям. Так с Пилатом и произошло, но история еще не закончена. В следующей 19 главе продолжение ее. Продолжение следует...